Помидоры Помидоры — это вкусно и полезно. Но когда их впервые привезли из Южной Америки в 1520-х годах, цивилизованный мир воспринял их с опаской и скептицизмом. Сначала ботаники заметили, что помидоры родственны ядовитой беладони, и дурману. Затем несколько аристократов, попробовавших их, вскоре умерли. По неведению помидоры подавали на свинцовых тарелках, а кислый сок взаимодействовал со свинцом, отравляя еду. Так помидоры и заработали себе репутацию отравленного яблока. Кроме того, в 1597 году хирург и тирюльник Джон Джеральд в своей книге «Хербалл» писал, что листья и плоды помидоров испускают дурной запах. Итог — это опасно. В американских колониях зловещая слава помидоров быстро привела к тому, что их стали связывать с колдовством. Ходили слухи, что ведьмы смазывают соком помидоров свои мётлы, а съев их, превращаются в волков и рвут детей на части. Отсюда и научное название — «ликоперсикон», что означает «волчий персик». Эти чары развеял в 1820 году полковник из Нью-Джерси по имени Роберт Джонсон. Он появился на ступенях суда в Салеме с корзиной помидоров и начал есть их один за другим, пока не съел всё. Толпа собралась, ожидая увидеть, как он падёт от отравления. К их разочарованию полковник спокойно вернулся домой и продолжил выращивать помидоры. Весь об этом быстро распространилась. И уже через два года в американских газетах начали публиковать рецепты блюд с помидорами. Эта история показывает определённый шаблон массовой психологии, который можно найти в любом поколении. Происходит какой-то единичный случай, и ум делает вывод, правильный или ложный. Затем человек обобщает этот частный случай, даже если этот вывод правильный, но не имеющий общего значения. После того, как он передаётся, из уст в уста формируется мнение, воспринимаемое как абсолютная истина, которую люди принимают на веру. Никто бы не вышел из этого капкана массовой психологии, если бы время от времени не появлялся бунтарь, который решает самостоятельно проверить популярное мнение и находит в себе смелость открыто выразить своё нестандартное мнение. Такая позиция отличает Личность от человека толпы. Личность — это тот, кто мыслит и действует по-своему, как никто до него, и как все начнут думать и поступать после него. Да, быть Личностью — это рискованно, но это единственный способ самому избежать ошибок. И, следовательно, помочь миру выйти из колеи абсурдных, но глубоко укоренившихся мнений.